Всем привет, я Justin и я понимаю, что для вас наши английские предлоги вас бесит вообще Есть больше 100 предлогов в английском языке И поэтому в этом видео я с вами буду разбираться все 12 предлогов, которые именно связаны с временем Я еще сниму другое видео о предлогах, когда мы обсуждаем место и местоположение И как обычно, я хочу, чтобы все вам, мои товарищи, было очень ясно и очень понятно So let's get this going Сначала, ребята, я хочу вас напоминать, что если вы пока ищете репетитора по английскому языку, то не забудете посмотреть на italki Ссылка будет в описании, но, короче, у них очень много носителей английского языка, с которыми вы можете заниматься онлайн Я сам занимаюсь русским языком, сниму там онлайн, и поэтому я всегда рад говорить про них с вами И теперь к делу Прелоги Несколько этих предлогов имеют больше одного употребления И поэтому вы заметите, что пару из них повторяются Когда мы говорим о днях недели, мы говорим on Например, мы едем в пляж в понедельник Или я изучаю русский язык по вторникам и четвергам И это факт, кстати Это будут Здесь вы, может быть, заметили, что on не надо два раза повторять То есть я не говорил on Tuesdays и on Thursdays Просто on Tuesdays and Thursdays все Легко и продолжим Дальше у нас есть in И тут у нас четыре употребления Первое, когда мы говорим о месяцах Месяцах или сезонах То есть в сентябре или летом, например Я люблю ходить по горам и идти в поход в сентябре И я только ем мороженое летом, когда это горячо Жарко 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 Кстати, здесь можно сказать during the summer Значения будут то же самое Второе употребление in это будет время дня То есть ты делаешь что-то утром, днем или вечером То есть вчера я завтракал утром и потом днем пошел гулять Третье употребление это год и лет Например, что-то произошло в 2006 году Или, например, в девяностях Это конечный факт, угадайте с которыми лет в комментариях Или было много преступления во Флойде в девяностях И четвертое употребление in это когда мы хотим сказать, что что-то будет через какое-то время То есть вечеринка начинается через час Так и легко это все делее in И дальше у нас есть at Тут у нас две употребления Первое это когда мы хотим сказать, что что-то происходит или будет ночью Например, я люблю туситься ночью с друзьями Факт или не факт, вы угадаете I like partying with my friends at night И второе употребление это когда что-то случится в какое-то определенное время Например, у меня сегодня первая пора начнется в восемь часов My first class today starts at 8 a.m And next we have since Дальше у нас есть since Одное употребление это когда что-то началось в прошедшем, но продолжается до этого момента Например, я сегодня уже готовлю со шести утра Какая хорошая домохозяйка I've been cooking today since 6 a.m Я начал готовить в шесть утра и я еще готовлю Понимаете? И следующий предлог у нас есть for For И ребята, это очень похоже на since И поэтому мы будем очень аккуратно отличать и сравнивать for и since Помните, что since это какое-то действие, которое началось в прошедшем Из какой-то определенной точки времени То есть со шести утра Но for это также действие, которое началось в прошедшем и продолжается до этого момента Но тут на for мы делаем аспект именно не на то, когда началось это действие А мы делаем аспект на то, сколько времени это действие продолжается с того момента, когда оно началось Понимаете разницу? Так что здесь у нас будут Я уже готовлю еду с шести утра Это since I've been cooking food since 6 a.m Но Я уже готовлю еду пять часов I've been cooking for five hours Главное здесь не когда я начал готовить, а именно сколько времени я готовлю И надеюсь, это вам понятно Следующий предлог, Даша, у нас есть ago Это можно очень легко понимать, просто переводится как назад Я начал мой YouTube канал год-полтора назад I started my YouTube channel a year and a half ago Все просто, больше объяснений тут не надо, я думаю, но если что, напишите в комментариях И теперь у нас есть предлог before Тут все просто Before мы используем, когда мы говорим о том, что будет до какой-то точки времени Например, ты должен помыть руки до того, как ты ужинаешь Ужинишь? 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 You must wash your hands before you eat dinner Или они советуют, что лучше не сидеть в телефоне до того, как ты пойдешь спать They say you shouldn't use your phone before going to bed Тут ничего особо сложного, просто можно перевести before, как то обычно в русском языке Дальше, когда мы хотим сказать, сколько у нас времени Но именно как вариант без 10 минут, без 15 минут, без 20 минут, например Мы говорим to То есть без 10-6 будет ten to six Если вы помните, что мы используем определен... Определ... Определ... Если вы помните, что мы используем предлог at, чтобы уточнить определенное время Например, в 6 часов Тогда вы поймете, как мы используем и at, и to в одном предложении Например, мы пойдем в парк без 10-6 5.50 We're going to the park at ten to six We're going to the park at ten to six Красиво звучит, да? Дальше у нас есть past Past Если мы сказали to, когда мы хотели сказать без 10-6, например То past мы говорим, когда мы хотим уточнить, сколько минут есть после какого-то часа Например 60 It's ten past six Past можно только говорить в этих случаях Когда у вас есть час плюс 5 минут Например, 6-5 It's five past six Плюс 10 минут Например, 6-10 It's ten past six И плюс 20 минут Например, 6-20 It's twenty past six Здесь запомните, что вместо past можно сказать after и значения будут одинаковые It's five after six It's ten after six It's twenty after six Но если у вас есть 6-30, то нельзя сказать it's thirty past six Нельзя А тут надо сказать half past It's half past six И если 6-15, то нельзя сказать it's fifteen past six А тут надо сказать it's quarter past six Продолжим Когда мы именно хотим заметить начало и конец какого-то периода времени Например, с понедельника по пятницам Тогда мы говорим либо to, либо till Магазин работает from Friday to Monday Или вечеринка продолжается со шести до десяти, например То это будет the party goes from six pm to ten pm Или until ten pm Или till ten pm Эти все варианты можно использовать одинаковые значения Но есть еще второе употребление till и until И это когда ты хочешь сказать, сколько времени какое-то действие продолжится с этого момента и когда закончится Например, он еще в отпуске до пятницы В действии продолжится до пятницы и тогда закончится в пятницу He's on holidays until Friday И последний предлог, ребята, у нас есть buy У нас есть тут два употребления Первое, это когда мы хотим уточнить, что что-то будет до какого-то определенного момента Это самое последнее время Например, я вернусь до семи Я, может быть, вернусь в бараши, то есть в пятница или в шесть, но точно не позже с ими И второе, это когда мы говорим о действии или процессе, которое произошло до какой-то точки времени Например, до того, как поступил в два часа днем, я уже прочитал пятнадцать страницей То есть тут мы говорим о том, что случилось, прочитал пятнадцать страниц До двух часа точка времени Еще вам пример До того, как я вернулся домой, я был очень уставшим Так что, ребята, это было все девенадцать предлогов касаются времени в английском языке Пожалуйста, если вам видео понравилось, то ставьте лайк, потому что это меня помогает И поделитесь видео с друзьями, которые так же изучают английский язык, потому что это их помогает И, конечно, не забудьте подписаться на канале, чтобы не пропустить следующий видео об английском языке Субтитры сделал DimaTorzok